Можно ли? Можно ли написать варят по 1 минуту, разу цифры от 1 до 9, так что между единицей, двойкой, тройкой и так далее, восьмёркой и девяткой, было нечётное число цифр. Можно или нет? Таким хитвым способом выписать? Мне кажется, нельзя. Почему? Потому что между двойкой единицей и двойкой должны стоять. Хотя, например, тройка. Глупости. Сейчас, я кажется, с одной стороны будут нечётные... Глупости. Я знаю, я знаю. Да, давай. Мне кажется, такую картинку нельзя сделать. Почему? На чётности. Что чётности? Смотрите, возьмём даже... Вот каждая цифра стоит... Ой, Коль, давай так я условия скажу, хорошо? Да. Можно ли выписать в ряд все цифры от единицы до девятки так, чтобы между единицей и двойкой, двойкой, тройкой и так далее, восьмёркой и девяткой, было нечётное число цифрой. И как ты считаешь? Мне кажется, нельзя. Что значит, между двумя цифрами нечётное количество цифр? Ну, значит, что там мы хотя бы одна есть. Ну, одна, там, три, пять, да. Ну, может быть, даже семь. То есть, нечётное количество. Да. То есть, рядом не стоят... То есть, рядом не стоят... Одной чётности. Не понимаю. Которая соседней стоят рядом. Не то, всё проще. Попытайтесь их ставить, выполняя это правило. И вы сразу кое-что заметите. Что они должны как-то так чередоваться. Вы пытаетесь, подставьте куда-нибудь единицу. Ну, вот я уже поставил. Потом, через нечётное число цифр, напишите двойку. Отсчитайте, сколько это позиций. Нечётное число позиций, напишите двойку. Отсчитайте нечётное число позиций, напишите тройку. Отсчитайте нечётное число позиций, напишите четвёрку. Отсчитайте нечётное число позиций. Написали пятёрку и так далее. Нарисуй сначала позиции, 9 штук. Я начала это делать, но у меня не получается поставить девятку. А все остальные получилось? А все остальные получилось. А это потому что читать не умеешь? Потому что не четное число, а ты ошибаешься. Все время ошибаешься на единичку и так далее. Сделай заново и ты увидишь. Что можно сделать? Нет, нельзя. Подумай, когда ты делаешь. Смотри, сколько ты смог поставить цифр всего? Пять. Пять штук. Посмотри, на какие позиции ты их смог поставить. На первую, третью, пятую, седьмую и девятую. Ну, а задуматься нельзя на эту тему? Все они будут стоять на нечетных местах. В позициях. Да, в позициях. В позициях. Или на четных позициях. Или все на четных, или все на нечетных. Замечательно. Осталось это доказать. Потому что если вы это докажете, то получится, что невозможно больше пяти мест заполнить. Даже не девять цифр нельзя поставить по этому правилу, а даже шесть цифр по этому правилу не поставишь. Да. Замечательно. Что такое нечетное количество мест между ними? Между ними, значит, мы ставим на четную позицию следующую цифру. То есть разность номеров какая? Вот нечетная. Неверно. Ой. Если между... Разность номеров четная. Вот если позиции пронумеровать подряд, слева-направо, то на вот девяти, то между местами, где вот нечетная числа цифра между ними, разность номеров как раз четная. И поэтому это нельзя сделать. И поэтому если ты начал в какой-то, скажем, нечетной позиции, то ты все время будешь прыгать только по нечетным. Да. А если ты начал в четную позицию? Поняли? Да. Замечательно. Ну, давайте. Кто-нибудь из вас решение расскажет? Когда я ставлю куда-нибудь единицу, примерно нечетную позицию, и прыгаю на нечетную, и между двойкой и единицей нечетное число, цифр. То? То значит, если я вычту из номера, то двойка окажется на четном расстоянии от единицы. То есть на нечетной позиции. Потому что если начали на нечетной, то двойка тоже окажется на нечетной. Дальше. Если мы вычтем эти два... Не надо ничего вычитать. Дальше говори. Дальше. Потом о двойке я иду к тройке. Там тоже получается на четной. Между ними нечетное число мест, значит тройка тоже будет на нечетной позиции. Да. И так далее. Я буду, получается, прыгать только по нечетным номерам. Или только по четным. Или только по четным номерам. Отлично. Поехали. Но. Ставим. ừade